Эй, всем привет, меня зовут Надежда, и вы на моём YouTube-канале Stardust Geekses. Мы, наконец-таки, продолжаем прохождение Легенды Ивы, у нас второй сезон, восьмая серия. Мы экспериментируем с образами и магией. У нас как будет? Я заканчиваю сейчас этот сезон, потом... Ну, Дракулу я, наверное, не буду весь сезон заканчивать, потому что там много серий во втором сезоне. Ну, думаю, может, три серии Дракула выйдет, я подумаю, как это будет. Ну, и дальше пойдём по две, и где уже сезоны подходят к концу, вот как Легенда Ивы, там будет больше серий выходить, потому что хочется всё-таки поскорее закончить эту прекрасную историю. Глава 8. Ночной визит. Блезти от росинки, но есть у них привкус печали. Не позабудьте. В уютную темноту сознание врезался на треснутый голос. И слышать не хочу. Ты на что? Девочка волшебствует в сосени. Рассчитывала, сама понять должна, когда хватит. Ох, хочешь, чтобы из-за ввенника к тебя вытаскивать пришлось? Мэй поморщилась и открыла глаза. Приходилось дышать ртом. Нос был напрочь забит запёкшейся кровью. Нифига, я что-то... Я уже, конечно, не сильно помню, что там было до этого, но что-то такого я не помню, чтобы Мэй сильно страдала или что-то типа того. Девушка попыталась встать, но, приподнявшись на локте, почувствовала головокружение, резко перешедшее в острый приступ тошноты. Спазм ничем не закончился, а в пересохшем рту даже не появилась слюна. Уставшая от незначительного усилия, она вновь опустилась на подушку, прикрыла веки, продолжила слушать, представляя говорящих. Она же в порядке, это нормальная реакция. Старик ласково поинтересовался главой клана ниндзя. Такао, мальчик мой, ты свихнулся совсем? Нормальная? С удорогами? В ответ донесся неясный сдох. Её нужно готовить, сроки сжатые. Лекарь сердито бросил. Вот именно, готовить, а не прикончить. Кадзу, чего ты молчишь? Хоть ты скажи ему, раз меня не хочешь слушать многомудрый дзюнин. Последнюю фразу Чонган признёс с явной язвительностью, а раздалась мягко и примирительная. Не ругайся, дедушка Чонган. Лучше скажи ей, завтра можно будет продолжить занятие. После сопения и неразборчивого ворчания, краткое посмотрим. Она сильная. Шуршащий вопрос. Ещё моя помощь нужна? Не-нет, перекладывать её больше не требуется. Утром сама встанет. А ей так и не надумал? Глава клана подержал. Не сомневаюсь, мы с Умане прекрасны, воин, но... О чём речь вообще? Они что-то обсуждали раньше? Если начнут, то изменю её. Зачем, если без этого обходится? Пока у неё всё получается. Кстати, похоже, приходит в себя. Одеялом шевелит. Тогда травмами надо напоить ещё. Вы всё, идите, не мешайте отдыхать. Сначала загляну к ней. О-о-о. Дверь тихо скользнула в сторону. Ниндзи беззвучно подошёл, присутствие выдало лишь колебание воздуха. Мэй посмотрела на плохо различимый всенатес свой уэт, и он опустился рядом. Девушка вяло улыбнулась и шепнула. Здравствуй, прости, что я так... Синоби нежно дотронулся до её губ, не давая продолжить говорить. Внимательные глаза приблизились. Кадзу молча потянулся куда-то кицыну за голову, придвинул мисочку с водой, смолчил у ней там же лежавший кусок чистой ткани. Коснулся носа девушки. Она невольно зажмурилась, морщилась, было неловко от того, что за ней кто-то так ухаживал. Еле слышный голос. Тш-ш-ш. Тихо, нежная, тихо. Я не больно, потерпи. Сейчас слабая, самой плохо. Он очень осторожно начал вытирать мешавшую дыханию кровь. Не переживай, завтра намного лучше будет. Как обычно, скупыми и короткими фразами он будто уговаривал, отвлекал. Знаю, такао, помню. От магии бывает так. Действительно, стало намного легче дышать. Губы сухие. Пить будешь? Мэй слегка кивнула, мужчина поднялся, а вернулся с лекарем. Пара глотков на стойке, цуная вновь поглотила спокойное нечто. Утром за окном, словно стайка маленьких злобных юкаев, расчирикались воробьи. Девушка, зеленов, села. Мир покружился, подернувшись туманом, помигал черными точками и, вызвав дурноту, наконец, обрел четкость. В дверях тут, как тут, появился противно бодрый и улыбчивый старик. Проснулась. Как самочувствие? Терпимо. Китсуная постаралась говорить убедительно. Почти замечательно. Ха, с чего бы? Он подал чашку. Держи. Мэй безропотно взяла, лишь уточнив. До дна? А как же? Она внутренне собралась, решив выпить залпом, сделала большой глоток. Вкус оказался приятным, кисло-сладким. Дурнота быстро отпустила. Спасибо. Я вот забыла, я вообще кого каплю, янтарную или жемчужную? Или янтарную. А что это? Сушеные ягоды с окрестных гор. И чаю, от которого никакой особенной пользы нет. Разве в запасах Чонгана не может быть чего-то обычного? Хм. Так, а он на меня сердится? Да за что ж? Ты делала как вельно, старалась. Он сделал паузу и добавил. Перестаралась. Сейчас нужно размяться, Мэй. Кисуна сомневалась, что у нее получится, однако согласно кивнула. Нет, нет, вставать не надо. Лежи, подними руки вверх, сожми кулаки. Подержи, подержи, опусти в стороны. Вот так. Потом пришлось тянуть от себя, то на себя носки, затем лежа на боку, прижимать колени к груди и распрямляться. Странные пароль, совершенно нелепые движения дотошно контролировались Чонганом и длились недолго. После старой линзи принес рис. Отличная гимнастика, я считаю. Поешь ее еще, постарайся поспать. Чонган очень серьезно проговорил. Главное, не думай много. Не напрягай голову. Не уснешь, так подремли. Девушка осталась одна. То ли не так уж и простой был принесен Чонганом чай, то ли она и впрял слишком много сил, отдала занятию магией. Но Мэй снова провалилась в беспамятную негу. В обед, на вполне удовлетворенный ее состоянием Чонган отпустил Китсуны на встречу с Такао. Мэй вежливо постучал в дверь. В доме раздался голос колдуна. Сатоши, открыто. Я не Сатоши. Перекрикиваться, стой на пороге? Не подобает гейше. Дальше стучать глупо. Вдруг Такао решит, что его не услышал ниндзя и повторит громче. Сатоши, с чем ты возишься? Ну, собственно, да. Мэй осторожно открыл дверь. Стряхивая с них, особо его ловила. Тише, но уже рядом за стеной раздраженная. Не дергайся. Тшшш. Сказал, не лезь. Больней будет. Да, сделаю. Мэй не смело шагнула в комнату. Кажется, она увидит то, что не должна была увидеть, да? Добрый день. Это я. На низком сале лежали испачканной кровью бинты и нож. В воздухе был резкий запах какого-то эликсира или мази. Мэй увидела, как Кадзу меняет Такао повязку на руке. Тут же опустила глаза. Возникла короткая заминка. Потом Кадзу, как ни в чем не бывало, произнес. Бодрая. Вовремя. На сундуке бинт. Подай. Мэй быстро исполнила просьбу, понимая, что застала несколько личный момент и извинилась. Так, а прости я могу уйти? Дзенит легко улыбнулся. Все в порядке. Скорее мне должно просить прощения. Не подумал, что это может быть ты. Это можешь быть ты. Не робей, садись. Если это приемлемо для тебя. Зрелище не из приятных. Ничего, ты же меня без сознания видел. Будем квиты. Девушка тоже улыбнулась, стараясь сгладить ситуацию. Еще одно лицо Дзенина. Такао, друг, неотстраненный и чуть испытывающий неловкость от происходящего. А вы ведь в самом деле близки с Кадзу? Сама как? Чонка одна оглушила и сбежала? Нет, он отступил. Я почти в порядке. Ниндзя быстро глянул на нее, убеждаясь, не лукавит ли мы ее, приукрашивая. Правда, все хорошо. Кадзу наконец отлепил присохшую ткань. Ладонь главы клана выглядела совершенно ужасно. Ее все покрывали полосы шрамов. На тонко припухшей ранее выступили алые капли. Помоги. Синоби указал глазами на маленький флакончик темного стекла. Чуть сжал ладонь друга, аккуратно и ловко свел края разреза, закрывая рану. Сюда, понемногу. Девушка копнула густым эликсиром на руку Такао, черты лица Дзюнина ожесточились. Он на мгновение прикрыл веки. Еще. На ладони появилась тонкая пленочка, покраснение стало становиться меньше. Кадзу быстро наложил свежий бинт. Дернув щекой, посмотрел на Кисюне. Процедил. Везет мне. Маги. Такао непонимающе покосился на него, но ничего спрашивать не стал. Заниматься будете? А? Да, с пасами поработаем. Без силы. Пойду. Или пасами. Он коснулся плеча Мэя, и жест никак нельзя было назвать случайным, и вышел. Такао сделал вид, что не заметил ее смущения. Да-да, тактичный человек умеет вовремя прикинуться слепым, глухим, а если надо, то и глупым. Чая? С удовольствием. Тогда прошу. Я люблю сама заваривать. При губе в горячий напиток, такао покрутил забытый, неубранный со стола нож, которым разрезали повязки. Бросил взгляд в сторону входа в дом. Он бывает иногда резким. Да? Нож? Денин улыбнулся, попытки не касаться зыбкой темы. Девушка посмотрела на острие, неуверенно проговорила. Они похожи. Иногда холодные. Всегда надежные. Ничего лишнего. Нож не требует ничего взамен. Он всегда оставляет возможность решать. Он опасен. Нет, если он с тобой. Ты хотела сказать, если он твой? Я бы не посмела. Однако ехидный голосок к голове усомнился. Не посмела бы. Такао отложил стальной предмет, учтиво подливая девушке чай. Фраза колдуна, произнесенная странной интонацией, будто подвела итог сказанного. И без него сложно обойтись, когда привыкнешь. Затем таково мы приступили к занятиям. Чтобы день не пропал, сегодня займемся твоими пальцами. Вот вроде как бы поговоришь так, ну и на метафору все сведешь, но... Поговорили как бы об этом. Как бы об этом и как бы нет. И вроде все понятно, а вроде как бы вообще про другое речь шла. Но это интересные такие, конечно, моменты. Никаких манипуляций с магией. Тебе необходимо восстановиться. Только жесты. Существуют наиболее простые способы их запомнить. Мэй уснула, едва коснувшись головой подушки и... Очень скоро вновь проснулась. Попа утянула людьми сквозняком. Девушка распахнула глаза, как раз тогда, когда ее рванули за волосы. Азуми прижала Китсуна к постели, занесла кулак. Мэй инстинктивно закрыла лицо руками, предплеще взорвалось болью. Синоби замахнул, уснул. Я что-то не поняла, это чё? Чё она приперлась-то? Миг. А, ну огонь. Не представить что-то конкретное, не сложить пальцы, как полагалось, она не успела. Магия получилась короткой, слабой. Искры метнулись к лицу Азуми, Тария Фиктор отшатнулась, задержав удар. Китсуна напряглась, откинула ее, выбракнув ногами, вскочила с постели. Все так же молча, без единого слова, ниндзя кинулась в атаку. На этот раз искра вышла меньше, но они оказались куда более горящие и стремительные. Азуми схватилась за обожженную шею, закрыла ладонями глаза, запахла паленым волосом. Схватив девушку, Мэй взмахнулся изо всех сил и ударила ею непрошенную гостю под колени. Следом пихнула свободную руку вперед. Синоби, падая, налетела на стену, згучно стукнувшись виском. Может быть, хватит? Всю деревню разбудить хочешь? Китсуна поудобнее перехватила свое мягкое, но с весомое оружие, опасно выставила ладонь, готовясь обороняться колдовством. Диковатый вид дополнили, растрепанные нижние одежды и вскочные волосы. Под ненавидящим взглядом отступила на шаг, остерегаясь нового нападения. Но Азуми осталась на полу. Неожиданно ее глаза подозрительно заблестели. Мэй не сразу поверила, что видит слезы. Ну, давайте попробуем. Азуми, я тебе не враг. Послушай, то испытание с уткой... Она осеклась. Дело не в этом? Конечно, нет! Мэй осторожно опустила подушку. Казу? Все и так разладилась, а потом он притащил тебя. Такую всю хорошую, скромную, правильную, воспитанную. Только знаю, чего эта скромность стоит. Ты как все! Азуми? Она прервала. Я не хуже тебя. Он вообще перестал со мной разговаривать. Совсем. Даже как друг. Мэй не знала, как реагировать. Ниндзя явно, если не была, то балансировала на грани истерики. Голос стал неуверенным и дерганым. Кто в тебе такого? Дело в том, что ты... Йокай? По щеке Ниндзя скатился за. Она закрыла лицо руками. Мэй шагнула вперед, обняла ее едва заметно дрожащие плечи. Мне жаль. Несколько мгновений, ничего не происходило. Потом Азуми замерла. Показалось, что она успокоилась, но Синоби напряглась, отшатнулась. Утешать меня я решила? Да кто ты такая, что ты знаешь? Сидела всю жизнь в своем моке, а даже не человек. Тихим, свистящим от злости голосом Азуми прошипела. Тебя уже нет. Ты обреченная. Сдохнешь и других за собой потянешь. Затем он ловко выпрыгнула в окно. Китсуна вздохнула, покачав головой, закрывая створку и зябко поежилась. Еще посмотрим. На следующий день Мэйн чувствовала себя совершенно здоровой и Такао снова повел ее к пропасти. О ночной выходке Азуми девушка не стала говорить ни о колдуну, ни кому-либо другому. В прошлый раз тебе удалось создать. Пусть слабое, но все-таки узнаваемое зарево. Это прекрасно, мы к нему обязательно вернемся. Однако, помимо этого, для общего ознакомления я покажу, что можно сделать при помощи второго направления магии Китсуне. В конце концов, когда-то может получиться. Есть довольно распространенный образ. Послушник. Выглядеть он может по-разному. К примеру, что-нибудь обычное, но способное стать неожиданностью и напугать. Пальцы Дзянина сжались, словно держали клубок ниток. Потом распрямились. Он создал густую тень, очертаниями и размером, чем-то напоминающую сокола. Повел ладонью и морок, внешне обретя совершенную реальность, мыл в небо. Последовал туда, куда указывал колдун. «Птица?» «Да, Мэй. Она хорошо летает и быстрая». «Необычно». Китсуна не удержалась от вопроса. «Неужели создать чудовище или просто опутать противника дымкой не действнее?» Выбор повлиял на отношения с Такао. «Такао нравилось, что девушка интересуется волшистом и старается не только запомнить, а еще и понять», глава клана разъяснил. «Птица не менее эффективно закрывает обзор. Кроме этого, при столкновении с обычными разбойниками в рассказах очевидцев будет фигурировать нечто непримечательное, не волшебное». Оооо, так может там надо было иллюзии выбирать? «Какое колдовство?» «Никакой ведьмы не было. Обычная девушка, обычная птица была большой. Так это у страха глаза великие». «Ясно. Такой образ более универсален». «Верно». Затем крылатая иллюзия издала пронизительный крик, спикировала к земле и исчезла. Бесплотная, поэтому глаза врагу не выцарапает. «Но кто об этом знает?» Мэя задачна произнесла. «Считаешь, я смогу когда-нибудь что-то подобное?» «Вне сомнения. Рано или поздно станешь сильной колдуньей. Ты совсем недавно начала осваивать волшебство. И уже более чем впечатляющие результаты. Приготовься. Встань в позицию. Ноги устойчиво. Локоть. Если тебе мешает этот камень, пни его и встань удобно. Готово». Блин, сейчас будем что-то резко делать. «Опять пасы. Повторимы точь-в-точь до наклона каждого пальца. Опять попытка за попыткой. И снова магия, пронизывающая изнутри и рвущаяся наружу. Призывно колющую ладонь. Магия будораживающая и больно пульсирующая в висках. Ощутимая под кожей. Такова показывала, что должна сделать Китсуне. Поправлял, требовал повторить вновь. После очередной неудачи сделал перерыв. Рассказал об иных распространенных волшебных приемах, которые могли помочь в каких-то ситуациях. «У тебя неудобные враги мои». «А в их магии скудные сведения. Тем не менее, у всех есть ограничения. Они устают, и не все сильны. Рассказы о Рае тому подтверждение. А вот на что способны Рейки, понять сложнее. Ронин с ними до вашей встречи не сталкивался. Значит, мы имеем исключительно домыслы. Вероятно, не один сюрприз стоят эти существа». Это не обнадеживает. «Видишь ли, есть пара моментов, представляющихся мне истинной. Первые магические существа, как правило, имеют серьезные, скажем, рамки в использовании волшебства. При том, что есть неточная, но закономерность. Чем предположительно сильнее это существо может стать, тем жестче его пределы». «А, фига. Вот тут вообще очень интересно, на самом деле, еще и про магию. То, что у нее не с бухты барахта там, да, все получается, а они прям трудятся, прям показывают, что это непросто. Для того, что как кицуные могут колдовать только иллюзии огонь, так и рекис, они имеют подобное ограничение». «Да». «Ты сказал пара моментов», — Дзюнин улыбнулся. «Второй твой знак. Анализирую вашу схватку с года в саду. Она опрашивается вывод. Знак защищает тебя». «О, а может, это мама наложила на нас этот знак?» «Ну, кицуной тоже так, думаю, призналась она». «Вот как». Дзюнин оживился, сгасал пронзительнее. «Ты не могла бы поподробнее поделиться своими мыслями?» Смешавшись от напора, мои пояснила. «Это даже не мысли, а ощущения». «Тем более, тем более, мне интересно». «Кажется, знак на моей ладони помешал Рэйке колдовать». Мужчина приподнял бровь. «Это глупость, да?» «Отнюдь. Это очень похоже на правду». Колдун, задумчиво будто говоря, сам собой, произнес поднос. «Привратник ищет печать. Запечатаны врата, надо открыть. Не получится, потому что запечатано». «Неужели магия Рэйки не помогает? Сила печати не дает». «Печать ослабляет любое волшебство Рэйки?» Такао посмотрел на Мэй. «Возможно. Однако Года не ожидал нашего появления, у нас было преимущество, на которое теперь рассчитывать не приходится. Между двумя нашими встречами в Старом Саду и Воке у Года, точнее, у госпожи Чика, имелось достаточно времени. Опасаясь, что было отправлено послание в столицу, Мэй кинула. Глава клана с нескрываемым любопытством взглянула в свою собеседницу. «Ты не задумывалась, откуда у тебя такие способности к оценке данных?» «Нет, прости, Такао. Она поклонилась. Не хотела умничать». «Все хорошо, ты очень правильные выводы делаешь, очень точно, и это удивляет». Он сделал паузу. Выбор повлиял на отношения с Такао. «Приятно». Даже если вдруг ты ошиблась, то о девушке по имени Мэй, жившей в Воке, госпожа Кинулева-Превратник, знает. Об этом Года мог сообщить еще до твоего возвращения на Север. В столицу поедешь под чужим именем, однако будь внимательна. Остается шанс встретить там кого-то, кто тебя знает в лицо. «Конечно». «Отдохнула?» «Да, что делать?» «Продолжим с огнем, и эта магия у тебя сильнее. Сухой куст у того камня». «Вижу». «Сожги его». «Фу, я уже думала, сейчас...» Мэй протянул руку в сторону тонких веток, с кусток пламени ударил под самые корни, раскрылся, разворачиваясь яркой, алой сферой. От куста остались только тлеящие угли, порыв ветра рассыпал их по камням, девушка покачнулась, коснувшись виска. «Мэй, все отлично». «Что ж, действительно...» Выбор повлиял опять. Дзюнин удовлетворенно кивнул. «На сегодня достаточно, иначе ты снова лишишься чувств». Она с обольщением вздохнула. «Вернемся в деревню». Уроки магии сплелись с занятиями Чунгана. Несколько дней отдыха хватало только на сон. Мэй как-то заметила в стороне наблюдавшего за ней Кадзу, но Нинза не стал подходить и отвлекать от обучения. Лишь приветливо улыбнулся издалека. И Лики Цуна это почудилось. Девушка счищала снег с дорожек ногами, следом колдовала. Протирала потолок, потом оттачивала пасы. Вскоре у Мэй появился еще один учитель. Сатоши. Буль нафигеть. Мне вот интересно, Чунган не хочет ее научить? С травами там нормально владеть? Очередным вечером ворчливый Синоби позвал Мэй в свой дом. Спорок Зуиев. «Будем тебя гримировать». «А, он же у нас все-то макияжник». Кициная незаметно огляделась. «Уютно. В углу обувь на двух людей. Они с Хонгом вместе живут?» Синоби отлег ее от наблюдений. «Должно пойти легко. Гейш же учит пудриться. Наносить макияжи, разумеется». Разница в том, что жительницы Океа замазывают прыщи, морщины, мешки под глазами, скрывают потрескающиеся губы. Ох, Сатоши, гейша подчеркивает свою красоту. А я не так сказал. Не суть. Я покажу, как быстро сделать себе другое лицо. «Ты старую кину ее внимательно слушала?» «Будь, пожалуйста, почтительней. Эта женщина многое сделала для меня. Не для меня же». Ну, тоже, верно, уговорила. Слушала почтительную кину ее внимательно. «Конечно, да. Однако, чем больше расскажешь, тем лучше». «Я давно не играла, поэтому у меня алмазики накопились». «Хорошо». Он оказал на стол, составленный шкатулками, баночками, коробочками. Рядом лежали кисточки и стеклянные палочки разных размеров и форм. «Садись». «Если ты не спешишь, что грим начинается с подготовки лица, надо намазать его кремом. Все, кроме глаз». «Когда времени нет, например, вот-вот в дом вломится стража, придется обойтись без него». «Краска ляжет плохо, пятнами, но если не приглядываться, пойдет. Затем основной тон. Обязательно смешивай его с разными оттенками, иначе получится кукольное лицо, не настоящее». «Не втирай, растягивай, легонько похлопывая. Это грим, необычный макияж, он иначе распределяется по коже, плотнее». «Сейчас, глядишь, я еще и грима научусь. Следующее видео буду снимать на сморщине, но его еще другое лицо будет». «Сатоши рассказал про румяна, формы лица, показывал, как визуально изменить разрез глаз». «Блин, мне тоже это полезно, я за 20 дней алмаз это купила, мог бы и показать». Объяснял детали и хитрости, которые Мэй частично знала, но в большинстве слышала впервые. «Если делать все на скорую руку, то вблизи сразу станет виден грим, хотя много от навыка зависит». «Отец в этом гений был, мог ночью на скаку так загримироваться, потом днем ни за что не поймешь». «Мэйн не поняла, всерьез ли, говорит ниндзя, или все-таки шутит». «Ширина носа меняется разными тонами, на крылышках и по канту ноздрей». «Ну, про брови и губы ты все знаешь, если краситься умеешь». «Что еще?» «Возраст, например, притворяешься старушкой». «Старость, лицо теряет белизну и свежесть, становится не только темнее, но и желтее». «Рельеф усиливается, череп за месяц сильнее, он проступает через кожу». «Почеркни черепные впадины и выпуклости теневой, коричневой или серо-синей краской. Можно углубить глазные, скуловые и височные впадины. От недостатка зубов происходит втягивание верхней губы. Опять же, теневая краска на углы рта. Тут главное уловить суть, чем именно отличается человек и усилить эти черты. Мужчина, женщина, старик, юноша». «Само собой, из себя щекастого здоровяка не вылепить, а вот молодого паренька легко». «Дальше уже парики, накладные носы и надбровные дуги. Их из-за разного дела. Профессионально выдавленная кожа, склеенная бумага, даже тесто. Это позже. Прически. Они тоже меняют лицо или отвлекают от него. Давай покажу, потом сама попробуешь». «Ты умеешь?» Низел смехнулся. «Достал красивое украшение в виде цветка. Оно необычное. Привлекает взгляды. Это разве неплохо?» «Нет, запомнит украшение, не тебя. От него избавиться просто». Синоби быстро собрала ей волосы в прическу. «О, прикольно. Ну, тут на самом деле прикольно и...» «Тут мне не нравится вот это красивое. Ну, либо вот это, либо вот это. Я не знаю, какую выбрать. Есть разница?» «Ну, давай вот это. Нравится?» «Да, я постараюсь повторить сама. Заколку оставь себе. Она красивая и...» «Он не дослушал». «Мне жалко, носи. Теперь вот что. Гримом ты не просто меняешь лицо, ты создаешь того или иного человека. Окружающие интуитивно воспринимают этот образ и оценивают правдоподобие. Седой старик, бодрым шагом входящий в ворота обязательно привлечет внимание стражников. Богатая госпожа в сопровождении слуг и охрана озирается, втягивает голову в плечи и боится поднять взгляд от дороги. Это удивит горожан. Они привыкли к тому, что подобные женщины надменны, горды и не снисходят до того, чтобы глазеть на прохожих. И если еще девушку, подозреваемую в жестоком убийстве, в самый раз притвориться милой простушкой, патрулям будет сложнее поверить, что такая способна пролить кровь. Если на городском празднике нужно приблизиться к группе высокопоставленных чиновников, то особо с аристократическими чертами лица сделать это проще. Мысль донес? Да, надо быть актрисой. Для Геши не должно это стать проблемой? Не должно. Ладно, создай какой-нибудь несложный образ, подчеркни характер или статус. Он кивнул на разложенную косметику. Я посмотрю, как получится и как быстро. Чувственный образ. Ой, я не поняла, у него лицо поменялось или нет? Ну, тут бесстрастный, это какой-то, не знаю, неприметный. Нет, давайте... Я бы выбрала чувственный, но мы идем по пути холода, наверное. Наверное, вот это бесстрастно имеется в виду как раз вот то, что вам надо. Сатоши придирчиво оглядел девушку и спросил, что за роль. Мэй вскинул подбородок, презрительно бросив. Благородная госпожа, дочь достопочтенного господина. От каждого слова веял холодом. А кто осмелился спросить? Синоби усмехнулся. Убедительно. Я их прервала вошедшая в дом женщина. Мэй видел ее еще при первом визите в деревню и как-то позже, однако всегда мельком. Жена его, походу. Сатоша, Мэй, девушка поклонилась. Да-да, я знаю, как тебя зовут. Здравствуй, госпожа. Моя мать, Кими. А, следом показалась Азуми. Добрый вечер. Сатоши, я принесла тебе ужин. Она поставила на сундук корзинку с едой. И надо взять парики. Для Азуми. Собираешься под это? Пока нет, позже у меня будет дело. Она старательно игнорировала присутствие Мэй. Хочу заранее все подготовить. Синоми поднялся и кивнул. Идем, выберешь. Оставшись с Кими, улыбнулась. Китсуне спросила. Нравится? Учиться искусству грима? Да, увлекательно. Мой сын владеет им почти так же хорошо, как его покойный отец. Она по-простому махнула рукой. Мэдока и Азуми учил. Наверняка она тоже прекрасно гримируется. Не так. Ее мой муж учил недолго. Не успел. Мне жаль. Не жалей. Мэдока нашел славную смерть. Значит, Сатоши потомственной синоби. Верно. Тут и родился. А ты сиротка? Среди Ниндзя таких много. Кими задержала взгляд на Мэя, потом добавила. К Ниндзя сложно попасть. Еще сложнее уйти. Какая необычная женщина. В комнату вернулись Сатоши с Азуми. Что ж, не будем отвлекать. Пойдем. Сатоши подхватила картинку с ужином. Спасибо. Азуми, обернувшись, поймала взгляд Китсуне. Коснувшись пальцем своей скулы, сказала. У тебя тут мазок грубый. Размаш. Дверь за ней закрылась. Сатоши прыснул. Здорово, что глазами не зарезать. Пришлось бы полы от крови мыть, а я днем уборку делал. Позволь спросить. Что? Ну, наверное, вот это? Да. Как все в клане. Только она по хозяйству почти не покидает деревню, заказы не выполняет. Кто-то должен готовить чуть одежду вроде той, в которой ты из рисунка мутки бегала. Он пожал плечом. Не хочет другого. Хотя прятаться и стрелять умеет. Как часто ты будешь меня учить? Не знаю. Так Алла скажет. Добиваться особого мастерства в гримировке тебе не нужно. Есть хочешь? Нет, благодарю. Тогда продолжим. Сделаю из тебя покрытую коростами старушку. Ха-ха. Не нравится? Ладно, сохрани молодость и здоровье. Изменю черты лица. Запоминай, если осилишь. Изя принялся умело наносить грим. Каждое свое действие он подробно комментировал, не забывая опускать извительные замечания при каждой удобной возможности. Вот это был бы нос. Мэйс, таким тебя ни один Рейки не запомнит. Кроме как на нос. Ни на что смотреть не будут. Особую примету сделаем? Оттопоренные уши, например? Нет. Зря отказываешься. Многие мужчины такие чувствительными и пленительными находят. Несмотря на шутливое свободное настроение, получалось быстро. Когда Сатоши закончила, позволила моей полюбоваться своим новым обликом, она шиловленно покачала головой. Невероятно! Офигеть, вообще на себя не похоже. Меня даже госпожа Сумиконья узнала бы. На самом деле не идеально. На скорую руку. Если срочно от какой-нибудь облавы уходить, пришлось бы. Но вообще, он придерживаясь не на результат своих усилий. Не дурно. Хитро прищурился и предложил. Идея. Сходи к Арае. Проверь, узнает или нет. Подсмеешься. Да пошли, и чё? А почему к Арае? Может, надо было сходить в Кадзу? Потом расскажешь. Или типа давно с ним не виделись. В зале гостевого удовника его не оказалось, и девушка громко кашлянула. Из темноты коридора появился Ронин. Госпожа. Стараясь изменить голос, Мэй прислала. Добрый вечер. Арае ответил легким наклоном головы и строго спросил. Чем могу помочь? Нет, господина Сатоши. Ему стало интересно, а узнаешь ли ты меня? Мужчина присмотрелся. Мэй? Масумана подошел. Это ты сама так? Нет. Сатоши гримировал. С гупорой не сходила удивлена улыбка. С нескольких шагов в полумраке я и впрямь не сразу понял, что это ты. Тот, кто тебя плохо знает, точно не определил бы. Я умойсь? Конечно. С нескольких шагов в полной тьме тебя не узнать. Вскоре, сидя у очага, Мэй делилась своими успехами в колдовстве. В общем, кое-что получается, хотя до настоящей магии еще далеко. Выбор повлиял на отношения. Воин был рад встрече и слушал с интересом. Мэй сомневалась, что Синоби много общается с гостем. Когда девушка собралась вернуться в дом Чангана, Масумана сказал. Кстати, со дня на день я начну тебя тренировать. Ого, и он еще будет? А он чему? В бою с саблей? Утро Мэй довелось встретить в одиночестве. Лекарь в доме не оказался, и Кацюна впервые за долгое время неспешно для него наслаждалась завтраком. Расслабленное умиротворение нарушил зовущие ее с улицы Сатоши. Голос показался Мэй взволнованным. Девушка, бросив еду, выскочила на улицу. Быстрей! Быстрее, Мэй! А, они ее, наверное, проверяют, чему научили. Что случилось? Казус такая, дерутся! Ну что, могу сказать, прикольная серия пока такая люгенькая, несложная, интересная. Ну, не особо, конечно, прям суперинтересная, потому что особо ничего не происходит. Мы же всего лишь пытаемся учиться. И я думаю, это специально, может, даже сделано для того, чтобы понять, что вот это все обучение, оно не где-то там проходит. Не когда-то она там выучилась. Не пять секунд времени прошло, и она вся такая офигенная, мудрая, умная и способная. Все, вот это у нее получается. А то, что, ну, нужно, как бы, время потратить, чтобы мы прониклись тем фактом, что все-таки времени должно уходить достаточно много на обучение. Если вам понравилась эта серия, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм, делайте колокольчик всем, чтобы не пропустить новые серии Клуба Романтики и, возможно, других игр. Всем до встречи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok